Почему многие люди не ищут настоящей близости с Богом? Скорее бы Иисус пришел, скорее бы Иисус пришел. Куда скорее бы Иисус пришел? То, во что вы верите относительно природы Бога, определяет вашу судьбу. Все творение не стоило Богу вообще ничего. Такой мой Бог. Попробуй в Него не влюбиться. Почему многие люди не ищут настоящей близости с Богом? Этих причин может быть масса. И каждая из ваших причин абсолютно имеет не то, что право на жизнь, она реальна. Я что еще увидел и что еще вижу по этому поводу? Это очень сильно отражаться может в цитате Майка Бикла из предисловия книги Билла Джонсона «Бог добрый». То, во что вы верите относительно природы Бога, определяет вашу судьбу. То, во что вы верите относительно природы Бога, определяет вашу судьбу. Друзья, я думаю, что близости многие люди не хотят и не ищут с Богом часто, потому что не знают, насколько он прекрасен. Не знают, насколько сильно он их любит. Не знают, насколько сильно он хочет сам этого. И поэтому боятся открыться. То есть, близость это обнажение. Всякое обнажение непросто. И нет совершенного человека. И если вы когда-либо обнажались перед каким-то человеком, обнажали душу, я имею в виду прежде всего, конечно. Конечно, вы наверняка, многие из вас переживали после этого, что не все люди могут отнестись к этому правильно, а в принципе до конца правильно почти никто и не может. И поэтому, когда человек не понимает до конца все совершенство красоты и принятия любви Бога, то ему эта близость страшна просто и не нужна. Потому что зачем ему эта близость? Билл Джонсон в книге «Бог добрый». Билл Джонсон в протестантском мире, в основном в харизматических кругах, он один из самых известных людей божьих. Для справки просто, потому что кто-то его не знает. И следующие вещи он написал в своей книге. «Величайшее откровение всех времен. Бог благой, и он совершенный отец. Его благость невозможно понять человеческим разумом, но можно пережить на собственном опыте». Я не знаю, услышали вы это. Когда есть любовь к Богу, тогда больше близости. Сто процентов, Софья. Да. В этом только и возможна близость. Без любви она просто невозможна. Какая близость без любви? Кому хочется близости без любви? Кому хочется близости с человеком, который тебя не любит? И с Богом, который тебя не любит? Поскольку Бог лучше, чем я думаю, мне необходимо менять мышление и размягчать почву моего сердца до тех пор, пока я не начну жить, осознавая его природу и присутствие. Затем это знание станет реальностью в моей жизни. Его природа определяет, кто я и что я делаю. Эта величайшая реальность из всех должна стать моим духовным, эмоциональным и интеллектуальным опытом. Его природа определяет, кто я и что я делаю. Познание того, что Бог добрый, Бог совершенный отец, Бог любит нас совершеннейшей любовью, совершеннейшей, никто нас так сильно не любит, как он, оно открывает двери для близости. Других дверей быть не может. Поэтому мы начнем именно с этого, друзья, чтобы зайти с этой стороны, задаться вопросом, а верю ли я сегодня в то, что Бог абсолютно благ ко мне, абсолютно добр, вот все, все вообще, вся благость его, она настолько велика. Верю ли я в это по-настоящему, всем сердцем, не так как-то теологически, да, не так, что вот, ну, я слышал это в проповедях. Близкие отношения с Богом возможны только при условии осознания абсолютной любви и благости отца по отношению к вам. Только, только так. Другой близости не бывает, друзья. Теперь несколько небольших цитат, несколько небольших историй, для того, чтобы, возможно, вы чуть-чуть больше увидели Божью любовь к вам. Потому что в этом расти можно всегда. Здесь нет предела никогда какому-то вот недостатку роста и совершенству. Два места исписания. Вы куплены дорогою ценою. Какой ценою? Вот той ценою, которая представлена на картинке слева. Вы куплены дорогою ценою. Тот, про Бога Отца говорится, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Друзья, и вот такое утверждение. Все творение для осознанности, насколько ты ценен лично для Бога, ценно для Бога, все творение не стоило Богу вообще ничего. Понимаете? Он просто говорил, сказал и сделалось. Сказал звезды, появились звезды. Сказал, появилось. Сказал, появилось. Сказал, появилось. И человека, по сути, да, слепил, вдул дух. Тоже, по сути, ничего не стоило сначала. Но потом, друзья, Бог платит за нас своим сыном. Если кто-то из вас родитель, вам это будет еще более понятно. Потому что, когда у вас есть ребенок, если вы любите этого ребенка, если он еще не вырос и не нагадил вам сильно в душу, вы так вот вроде любите, а вроде не любите, а вот по-настоящему сильно любите. Потому что Бог Отец уж точно очень по-настоящему любил Иисуса Христа. И, на мой взгляд, когда Бог Отец отдает Иисуса Христа на крест, он даже не сам, вот я размышлял об этом, почему бы самому-то не спуститься, не вочеловечиться к Богу Отцу. То есть, для меня бы, как для Отца, это бы было проще, чем отправить на землю свою дочь. Я бы сам хотел это сделать. Сам бы хотел пройти этот путь. Но он в своей любви доказывает этим вообще, доказывает то, что на самом деле я отдаю вот реально самое дорогое. Самое, что ни на есть, дорогое. Буквально вот, знаете, как сердце вырывает и говорит, это твое, держи, на, бери. Я вот самое дорогое для тебя отдаю. Драгоценный ты мой человек. Драгоценная ты моя дочь. Драгоценный ты мой сын. Любовь Бога к вам всегда будет больше, чем ваша любовь к Нему. Любовь Бога к вам всегда будет больше, чем вы переживаете ее в данный момент. Это когда я учился в библейской школе. К нам приезжал один такой, с виду, совершенно сумасшедший евангелист. Алекс Перемот, такой благословенный брат. И он буквально парил, знаете, вот такие глаза горящие. Просто и он парил над этой, ну вот там не сцена, носился туда-сюда. И так столько любви, столько эмоций сочилось из него. И он рассказывал, что однажды была ситуация, когда вот он пребывал в такой близости с отцом и говорил, Господь, я так тебя люблю, так тебя люблю, я так тебя люблю, так тебя люблю. И Бог ему говорит в этот момент, нет, Алекс, это я тебя люблю. То есть, когда... И потом, ну вот, по-моему, главное, чтобы я не домыслил его, ну, по-моему, это оттуда же взято, что потом он ему сказал, что всякий раз, когда ты будешь испытывать вот какую-либо любовь ко мне, эта любовь все равно будет всегда больше, всегда больше, всегда больше. То есть, насколько бы вы сильно не переживали Божью любовь в своей жизни на данный момент, она все равно больше, друзья. Вот если вы вспомните сегодня самую мега точку, такой пик того, когда вы чувствовали себя вот буквально принятым, любимым, в восторге, в эйфории, когда хвала рвалась из вашего сердца от того, что вас разрывало от Божьей любви, а все равно еще больше, этой любви еще больше. Ее невозможно преувеличить, ее невозможно до конца уразуметь, поэтому в ней всегда есть куда расти. Есть такой проповедник тоже, американский Джесси Дюплантис, или Дюплантис, он рассказывает в одной из проповедей свое свидетельство о визите на небеса. Он попал на небеса и как бы гулял там, ему показывали небо там, и в конце Иисус, вот он с Иисусом там ходил, когда он уже уходил обратно, он так окрикнул его, говорит, Джесси. Он оборачивается и увидит, что Иисус плачет. Он говорит, передай, пожалуйста, моим людям, что я скоро приду. А он спрашивает, Иисус, а почему ты плачешь? Что, ну, что, ну, классно все же, ну, как бы, ух, ты придешь, круто. И он сказал тогда, что, ты знаешь, для меня вот этот день, когда я приду, это, я боюсь этого дня, это самый страшный день в моей жизни, потому что, когда я приду во второй раз, то это все, это конец. То есть многие люди будут навсегда отрезаны, навсегда отрезаны от Божьего Царства. И вот в этот момент настолько сильно, опять же, показывает сердце Бога. Представьте себе, что не день крестной смерти, когда разрываемое тело, вот просто, да, изувеченное тело, крест, оставление отцом за грехи мира на какой-то момент, да, не вот этот страшнейший день, самый страшный для Иисуса, который он называет. Ну, это как бы сейчас не теология какая-то, да, это просто свидетельство человека, чтобы сейчас вы не строили свое богословие на этом. Но суть в том, что, я верю, что это в моем духе очень отзывается, потому что я вижу в этом сердце Бога, который, потому что, когда, друзья, когда вот много лет, ну как много, я не так много лет и в церкви, на самом деле, особо-то. Но суть в том, что вот на протяжении лет каких-то, когда я слышал, что люди, скорее бы Иисус пришел, скорее бы Иисус пришел, у меня порой, вот я думаю, вы что, вот простите за выражение, гоните что ли? Куда скорее бы Иисус пришел? У вас рядом нет людей, которые вы бы хотели, чтобы они спаслись? У меня рядом очень много таких людей, да и не только рядом. Я выхожу прогуливаться сейчас, например, по своему району. И в большинстве случаев встречные люди, которые проходят мимо меня, разговаривают матом. То есть большинство людей матерится, которые попадаются мне на улице. Если они матерятся, вряд ли они имеют взаимоотношения с Богом, вряд ли они имеют спасения, друзья. И сейчас кричать «Иисус, приди!» Я никогда, наверное, не буду кричать «Иисус, приди!» Пока вот я очень хочу прожить жизнь в полноте, чтобы до конца своих дней посвятить себя спасению тех людей, которые дороги для Отца, которые есть в Его сердце, а не для того, чтобы побыстрее смотаться с этого мира и праздновать с Отцом, когда те люди, которые предназначены были для других вещей, окажутся в аду. Я не вижу Божьего от сердца в желании, чтобы Иисус побыстрее пришел. Но это моя карта реальности. Но это я вам уже сказал. Боль сердца Христа о неспасенных людях при Его Втором пришествии больше, чем боль Его крестных страданий. И это, опять же, показывает Его невероятную любовь к нам. У вас будет домашнее задание. Три домашних задания. Первое домашнее задание будет следующее. «Мой Бог, попробуй в него не влюбиться» называется. Вот так вот. Однажды я сел и написал такое вот. Сейчас покажу, что написал. И вам нужно будет написать то же самое, только от себя. То же самое, только от себя. И вот мы назовем это упражнение или практику. «Мой Бог, попробуй в него не влюбиться». Представляю вам свое, что я там писал. Я не помню, в принципе, это было, по-моему, не так давно, меньше года назад. Просто вот, ну, послушайте, я прочитаю быстренько. «Мой Бог создал для меня прекрасную землю, невероятно красивую и полную всего, что мне необходимо. Мой Бог создал прекрасные звезды, чтобы я мог любоваться небом в ночи. Мой Бог создал невероятное разнообразие пищи и придумал вкусовые рецепторы, чтобы я мог наслаждаться каждый день, а не просто получать порцию необходимой энергии. Мой Бог меняет времена года, чтобы разнообразить мою жизнь и делать ее более интересной. Мой Бог создал меня уникальным, вложив внутрь невероятное количество талантов и даров. Мой Бог создал меня, чтобы любить, дарить свою бесконечную, невероятную любовь. Несмотря на все мои грехи, Мой Бог всегда любил меня и терпеливо ждал, когда сын вернется к отцу. Для того, чтобы простить меня, мой Бог отдал самое драгоценное, что может быть, жизнь собственного сына Иисуса Христа. Этим поступком он буквально вырвал свое прекрасное отцовское сердце, отдав его мне. Мой Бог очистил меня от греха, и теперь я не раб собственной плоти и мнений мира. Я воистину свободен и счастлив. Мой Бог своей невероятной любовью лишил меня всякого страха, и сегодня я делаю только то, что мне нравится, а не просто продаю свое время за деньги. Мой Бог дал мне прекрасных людей рядом, родителей, жену, детей, друзей, братьев и сестер в церкви, и продолжает давать новых, невероятных и прекрасных шедевров. Мой Бог мечтает о моей жизни, и его мыслей обо мне больше, чем морского песка, и все они во благо. Мой Бог всю вечность вынашивал меня в своем сердце для этого поколения и благословил мною землю. Мой Бог приготовил для меня великую судьбу и жизнь, которой я наслаждаюсь, смело шествуя вперед. Мой Бог приготовил для меня еще больше прекрасного послеземной жизни, вечность с ним, бесконечное блаженство, радость, мир и любовь. Мой Бог радуется, когда он смотрит на меня и помогает мне во всем, даже если я забываю у него попросить. Мой Бог любит меня больше, чем родители, жена, дети, и я сам вместе взятые, и размер его любви невозможно до конца познать и как-то преувеличить. Мой Бог назвал меня сыном, сделал своей семьей. Мой Бог невероятен, велик, непостижим и прекрасен. Он совершенство совершенств. Такой мой Бог. Попробуй в него не влюбиться.